Да, 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 мой друг, это снова Дава, и это снова что-то чайное. Я не знаю, куда мы катимся, я не знаю, куда стремится кальянная культура, но, чтобы акцизировать табаки и стремиться к какой-то легализации, люди пытаются обойти. Нельзя решить легально, надо обойти. И обходит это все чем? Правильно, это чай. Чай. За место табака пускай люди курят чай. Мы сейчас это всем навяжем, и все будут курить чай. Почему его курят? Потому что мы сделали так, чтобы он курился. Окей. Скоро мы будем курить на говне, пропитанной ароматизаторами. То курица же, курица. Все, что сейчас было сказано, это максимально субъективное. Я не любитель чайных смесей. Я не любитель табака на основе чая. Я не любитель китайских чаев. Мне хватает обычного принцесса Нурии, там, разводной, как бы в пакетиках, и мне достаточно. Ну, надо быть объективным. Правильно, ребят? Потому что, если я не люблю чай, я не могу орать, что фу, этот продукт дерьмо, этот чай, это говно, ребят, не курите. Нет. Надо быть немного объективными. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть вот такой вот новомодный, крутой боксик. Вот. Пуэр, хукомикс для даводы. Вот так вот, собственно, сделано, да? Давайте посмотрим, что здесь. Я, конечно, уже это открывал, я это все покурил. Тут было все на гвоздиках, и мне пришлось немного поебаться, чтобы все это открыть. Но мы сейчас сделаем это еще раз. И что нас ждет внутри? Вот такие вот баночки, а-ля Дафт, а-ля Софт Смоук, а-ля Джа Смоук, и... Масс хэв. Масс хэв, блядь. Да? Такие баночки. Это Пуэр. Называется Хукомикс. Вот здесь все есть такое. Хотел доебаться, акции занят, но он, в принципе, и не нужен, да? Как бы обошли. Он у нас из Санкт-Петербурга. Вот так вот здесь все наклеено, всякие ссылочки. Рекомендация есть. Давайте, собственно, я же как не фанат кальянного чая. Ну, кальянный чай, да. А я же, соответственно, не знаю, как все это правильно забивать. Рекомендация. Чайный лис отличается от табачного своей фактурой и впитывающими свойствами. По этой причине рекомендуется при забивке чаши не отжимать нашу смесь. Следуя рекомендациям. Вы получите максимальный аромат и насыщенность приготовленного кальяна, также значительно сократив расход приобретенного продукта вплоть до 20%. М-видео отдыхает. Что еще здесь? Продажа несовершеннолетним запрещена. Если это не является акцизом и не акцизируется, значит ее можно продавать несовершеннолетним. Нет никакого основания, чтобы не продавать это несовершеннолетним. Несовершеннолетним. Но есть еще вот такая вот бумажечка. Их здесь очень много. Я не знаю, почему их положили. А пока ты куришь кальян, можно почитать вот это. Ну, это про их продукт, как они это все сделали. Делали эйфория, тут расслабляет. И все остальное. И у них есть 22 вкуса. Собственно, эти вкусы какие? Энергетик, холодящий арбуз, груша, сумасшедший микс лимона с барбарисом. Садовая малина, чай с корицей, шоколад с мятой, горный тархун, чистый холод, имбирь с холодом, вишневый десерт, холодная кола, сочный перстик, синяя дыня, барбариска. Красная смородина, лесной орех с лесной ягодой, ледяное яблоко, апельсин, мандарин, синяя сочная слива, банан и молочный торт. У меня же здесь есть энергетик, молочный торт. Я все это пизжу, пока у меня чашка греется. Есть имбирь. Как правильно вкус называется? А, имбирь с холодом. Есть чоколейт, шоколад с мятой. Есть садовая малина. Есть барбари воллипоп, это та самая барбариска, лимончик крэйзи есть. Есть холодная груша и есть, собственно, пипонус. Что такое у нас пипонус? Пипонус. А, синяя дыня. Но самая главная бумажка, которая могла быть только в этой коробке, это, конечно же, сертификация продукта. Собственно, вот так вот этот сертификат выглядит. Сейчас я вам его покажу. Короче, вот так это все выглядит. Все как бы настоящее. Да и смысл ложить на настоящее, если можно все это пробить. Теперь, собственно, давайте мы сейчас все это взорвем. И посмотрим, что у нас к чему получается. С этим табаком я познакомился не тогда, когда мне его прислали. Я был на смене в Кука Плейс Клин. И там мне сказали, типа, да, здравствуй, забей нам пуэр. Я подумал, может, это какой-то вкус пуэра, да, там, у какого-то, думал, может, так рэдти называют, либо какую-то хуйню. Я подхожу, говорю, там люди пуэр просят, это вообще, блядь, что такое? Они говорят, ты не пробовал? Я говорю, нет, блядь, не пробовал. Я не знаю, что такое пуэр. То есть, мне задали так вопрос, как будто это мировой табак, который, блядь, с охуительным бюджетом и давно дал пососать Дарксайду. А ты пуэр не пробовал? Я говорю, нет, блядь. Ну и, собственно, я его забил. Я сразу понял, что это без аромка, но без аромка, то есть, ой, без никотинка довольно-таки хорошее. Это объективно. Субъективно чай не мое. Так, у меня, короче, здесь чашка альпака, 4 угля, 25-х. Все это было под колпачком. Могу сразу сказать, табак, ну, чай, блядь, не боится перегрева вообще. То есть, ты как бы мысленно забываешь, что ты сейчас будешь курить чай, делаешь затяжку и думаешь, блядь, сейчас, сука, закашляю. Но нет. Потому что это что? Потому что это чай. Но, в отличие от некоторых чаев, да, там, ну, чайной кальянной продукции, назовем это так с вами, ребят. А он приятный. Он реально приятный. Мне денег никто не заносил. Вот серьезно. Давно уже никто не заносит. Аромочка у него реально приятная. То есть, так же здесь чуваки пишут, типа, почему они выбрали пуэра, а не какой-то дешевый чай. Так, так, так. А вот критерии, которыми руководствовалась наша команда и над чем неустанно трудились технологи были. Создание идеально долгоиграющего аромата без чайного послевкусия. Чайное послевкусие в любом случае будет, ребят. Как бы ваши технологи там не еблись, но чаечек-то я чувствую. Эффект накуривания и расслабления. Граничащий состояние нирваны. То есть, я типа должен вот так вот обзор сейчас вести, бля. Ебать. Прикиньте, ебать. Эйфория. Нет. На самом деле, возможно, какого-то ахламона, который только начал курить, да, возможно, он почувствует накуривание. Но, допустим, матерые, такие, как мы с вами, дядьки, да, мы этого не почувствуем. Но, тем не менее, продукт интересен тем, что у него хорошая аромка. Но, как мы знаем, не из всех 100% идеальные вкусы у всех 100%. Сразу скажу, цитрусовые получились не очень. Очень бьют, очень химозные. А более фруктовые получились прикольно. Десертные, типа молочного шоколада, вот не очень. А энергетик топ, PR-220, вот он мне очень понравился. Он мне напомнил Альфакер Энергетик. Довольно-таки очень круто. Курица реально здорово. То есть, как я и говорил, перегрев... Нет, не слышал такого, в принципе, не перегревается вообще. По длительности курения я бы сказал, что вполне достаточно. Но, если его не мешать с нормальным табаком, потому что чай это ненормальный табак, то если курить его чисто в соло, как я сейчас курю, тебе хватит примерно 20 минут, чтобы тебе уже надоело это курить. Но если это мешать, то получается очень здорово, потому что аромка у него реально мощная. То есть, прям хорошая, проделанная ароматика. Если бы мне дали вот такое, покурить, ну, такой крепости, скажем, да, которой, в принципе, нет, примерно, ну, лет 7 назад меня бы реально убило. Да, я бы сказал, бля, прикольно, охуенно, крепенько. А что за табачный лист? Вирджиния, Бёрли, Кавейджи, что, что? А мне сказали бы, это Пуэр. А я бы сказал, что такое Пуэр? Они сказали бы, это чай, я говорю, чай Пуэр, что это, блядь? Потому что в том, блядь, 7 лет назад я лично вообще не знал, что такое Пуэр, блядь, что чай может вообще различаться. Я знал, что был красный, зелёный и фито-чай, то есть, типа, иван-чай и всё. Ну, интересно. Да. Да. Чай чувствуется, как бы ты не спорил, да, с этим, как бы ты себе не вдалбливал, что там технологии ебашили как-то, но чай чувствуется. Рекомендую ли я его попробовать? Да. Я его рекомендую попробовать в чистую и рекомендую его, конечно же, курить с чем-то, потому что смешивая его с Дарксайдом или Станжем, получается очень круто. Здесь ещё очень прикольная штучка. 22 повода поспорить о вкусах. На самом деле о вкусах, в принципе, не спорят, но их осуждают. Да, их осуждают, их критикуют, но о них никто не спорит. Кому нравится курить чайные смеси, да, я их... С ними не буду спорить, что это дерьмо, но я буду их осуждать. Понимаете? Ну, и ещё, наверное, наверное, самая большая фишечка вот этого чая, да, чаёчка, в том, что ты когда потекло что-то, откручиваешь, да, то тут лежит тот самый пуэр, из которого сделан сам табачный лист. Блядь, табачный лист. Чайная основа, блядь. А кто шарит в чаях, вот можете посмотреть и сказать, хорошее это пуэр, вот так вот печать покажу, или это обычное дерьмо, которое продают с Китая и всяких чайных дешёвых лавочках, да? Круто то, что есть чаёк, я, правда, не заваривал, потому что я и говорю, что в чае я не разбираюсь, и пить пуэр, не пуэр, как бы и нет. Для меня, если хочешь, как говорят, пуэр тонизирует, сил придает, энергетик, блядь, лучше всего. Кола наху с Редбулом, блядь. Заебись. Ещё и кофе туда въебать, и будет круто. Поэтому, кто хочет его попробовать, так сложились обстоятельства, что 28 числа, да, запоминай, город Алмата, 27 числа, кальянное облака в 7 часов вечера будет проходить дегустация пуэра. Так что туда всем обязательно прийти, кто хочет попробовать. Я, кстати, там тоже буду, потому что тоже как бы буду в Алматы, и меня как бы сказали, да, блядь, давай к нам. Он сказал, окей. Так что запомнил, 28 числа в 7 часов вечера кальянное облака, город Алмата. Я тебя там жду. Ну и давайте, собственно, ещё немного пофилософствуем про этот чай. Ароматика у них на 70% удалась, но не удались кондитерские вкусы, хотя должны были, и не удались цитрусовые. Это, кстати, моё мнение, потому что я пробовал, и как бы о вкусах не спорят. Если вы не согласны, то бог с вами, как бы, да, и я ничего не знаю. Довольно-таки, ну, вот сколько я уже курю, да, сколько минут я уже это курю, 15-20 минут я это курю уже, и могу, наверное, сказать, что паромка, в принципе, держится хорошо, но у меня потихоньку начинает надоедать вот эта пустота. Он очень дымный. Реально, как альтернатива вполне нихуёво. Ну, я такой, конечно, дома курить не буду, поэтому давайте мы, собственно, весь этот кейс, вот такой вот, да, вот дым, да, разыграем. Да, давайте разыграем его. Всё очень просто. Все условия, короче, сейчас говорить про условия не буду, короче, все условия в описании. Просто заходи в описание, выполняй всё, что там написано, и ты выиграешь вот этот, прям, вот этот прям именно коробку, где дава дым. Конечно, тут пару вкусов уже немного отшкряблено, да, немного уже подпиздил табачка, но всё равно, как бы, подгон довольно-таки нехуёво. Отправлю в любую точку, вообще хоть куда. Оценочку поставить табаку, да, вы просите, табаку, чаю, чаю, оценочку чаю я ставить не буду, потому что это чайный рис. То есть это не табак, это не то, что я люблю. Поэтому мне сложно поставить. Если примерно отталкиваться чисто от ароматики, да, и как это курица, то я, конечно, поставлю вот прям твёрдую восьмёрку. Почему не десятку, то, что есть неудачные вкусы. Поэтому, собственно, вот так. Вот это у нас пуэрчик, это даводымчик. Увидимся в Алма-Ате 28 числа, кальянные облака. Там будет презентация пуэрчик. Попробуем, покурим. Пока-пока. Не забывай, сука, про конкурс. Вон ссылочки все в описании и условия тоже в описании. Субтитры сделал DimaTorzok